Ну видите, как приятно слышать, когда люди признают величие Божие и благодарны Ему. Никто. Все сейчас, что происходит в мире, это все Его рука. О-о-о! Аллилуйя! Многие говорят, почему случилось вот там в Сирии, там Америка, там по этим, оно начало удары, там вот этим странам. А я говорю, а почему? А неужели, я говорю, не хватает у вас ума? Почему это прошло? Они говорят, нет. Я говорю, сколько там христиан, они подрезали голову, сколько-то было замучено. Бог не зря допустил там это все, что их им истребляет. Потому что они, я видел это видео, где отрезали людям голову и ложили сюда на грудь христиан, которые приняли христианство, от этого мусульманства отреклись. Я говорю, Бог это все вычтет за это все. Так что тут очень важно, да, за каждое слово дадим отчет Богу. Так и написано. От слов своих человек оправдается, от слов своих осудится. От слов своих осудится. Аминь. Мы православные проповедники, с нуля строим православную деревню на Алтае, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ну, мы тоже нельзя, мы от этого должны быть свободны и радоваться, что мы от этого свободны. Ну, кого принимаем, если кого-то принимаем? Он на подходе знает, что этого делать нельзя. Ну, это, а как иначе? А иначе никак. В стране погублено 71 тысяча населенных пунктов. Ой-ой-ой-ой. Я видел, я видел даже, как, это было буквально, по-моему, где-то два года назад. В России там ломали дом. Я понимаю, что они православные люди, которые проповедовали Христа распятого, и ломали, в России, ломали сковатором их дом. Они там плакали, молились, господи, что творится? Вот это беззаконие. И потом сейчас это пришло на Россию, сейчас они отправляют детей с их умирать. Ну, а это скоро закончится. Уже объявили ее, как врагом народом, ну, страна террорист. Как будет бедному народу, не знаю. Но верующих, написано, Бог сохранит. Те, кто верит в Бог, Бог сохранит и выведет, если надо. Это будет очень больно. Выход будет вам с кровью. С кровью будет выход. Вот по мобилизации взяли, а у нас присягу не принимают. А по альтернативной основе. И уже пришла благодарность от командования. Повар, поставили повара, мы все. Мы стрелять ни в кого не будем никогда. У нас это не положено. Все правильно, все правильно. Да. Я так же самое. Я в руки никогда не брал оружие и никогда не служил я. Я не хотел. Но я нахожусь в Германии. Я в Германии, хотя сам отец у меня россиянин, мама украинка. Я родился в Украине, но уже долгое время живу в Германии. Вот так. Вот верю в Господа. Хожу тоже, несем слово, кому-то помогаем. А вы уже немецкий язык знаете? Ну, конечно. Ни много, ни сильно, ни универсально, как бы, ни полностью. Но свободно. Все себе сам решаю. Все документы. Ну, вот я вам одно предложение скажу по-немецки. Очень плохо у вас с динамиком. Понял много чего. Оно еще, только не сильно быстро. Ну, сейчас слышно? Он сейчас так лучше. Ну, ладно. Дело в чем. Что мы проповедуем о Христе. И у меня вышло из печати 38 томов книг. И мы подарили их в 650 библиотек. Из Барнаула, Алтайский край. Мы прошли до Владивостока, Тихий океан. Прошли Германию. В Германии у нас ставка была. Остановка всегда. И мы прошли до Португалии. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Усть. И везде дарили. Один комплект стоит 750 евро. Нам это обошлось в 35 миллионов рублей. Ого. Да. Это Господь делает. Это Божья милость. Его благодать. Ну, да, да. Книги особое свойство имеют. И когда люди знакомятся, у них жизнь меняется. Там проповеди, ответы, которые я давал студентам в университетах, когда преподавал. Вот если вы по скайпу зарядите, Игнатий Лапкин, скайп. И там... Да там мы другого не потеряем. Мы будем встречаться хоть каждый день. Вы можете приходить с друзьями, с товарищами, задавать любой вопрос. Вот задают, а почему сейчас с Украиной так? Я объясняю с духовной точки зрения. Пророка Иеремия 48.10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И проклят, кто меч Господень удержит от крови. Вот от чего я все доказываю на основании исторических данных. Я вам скажу больше. Я когда с братом был в тех краях, Луганск туда, Луна, Донецк. И там несли слово Божье. Давали брошюрки людям. Просто потому что мы как... Ну и знаю, это было за 3 месяца до войны. Это... Как чувствовали. Это еще до 14-го года. В 14-м году, ну что, вот перед самым началом. Знаете, что люди говорили? А что вот это вот он вам дает? Что-то за Иисус такой? Ну мы говорим, что это наш Господь. А вы откуда? Ну вот мы с западной Украины со стороны. Ну вот езжайте к себе на запад и там все проповедуйте. И вот почему их это постигло. Там много колдовства. Неверия. Да. Страшного. А насчет колдовства и проклятия, это вам просто не расскажу. Там все еретики, вся ересь. Вот приезжает оттуда к нам мы православные священники с Украины. Они не крестят, а мокрой ладошкой, дай деньги, зарубите гроши. Гроши. Не, ну, неверующих везде хватает. Но именно там вот та сторона, это выходцы больше. Больше выходцы с России. Потому что мы спрашивали, откуда ваша мать или там отец. Ну мы сами там где-то на Волге жили. Там вот из-под Урала больше. Где-то кто-то из Подмосковья. Там города такие, вот Челябинска много людей. Их и родители. Вот они продолжали. И в России этого никогда не любили. Христа в основном. Нация не любила. Потому что Ленин сам сказал, Бога нет. Ну, как и Сталин. Это искорбляли народы. Ну, хорошо. Я буду ложиться спать. Вот. Мы, я думаю, что не потеряемся. Я вас... Вы в скайпе, в скайпе зарядите. Я понимаю. У нас утренний дозвон идет и молитва идет. И каждые два часа дозвон. Десять. Это стопоклонная молитва. Брат у меня священник. Десять минут. Десять минут. Вы увидите, как все идет. Хорошо. Скайп, Игнатий Лапкин. Всего хорошего. С Богом.